Бывает ли у вас так, что сегодня вы наполнены решимостью и энтузиазмом, а завтра вас одолевают лень и тревоги? Давайте поговорим о самом любимом аттракционе человека. Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу виртуальную кофейню. Самое время и место, поверите, невероятное. И сегодня мы ответим на вопрос Ирины, который, я уверена, крутится в головах очень многих из вас. Вопрос следующий. Ада, почему так получается, что сегодня я наполнена благодарностью и уверенностью в лучшем, а завтра случается спад, одолевают сомнения и снижается уверенность? Как избежать этих качелей? Ну что ж, спасибо большое Ирине за вопрос, а я отвечу на него так. Вы знаете, эмоциональные качели и качели сомнений — это один из самых любимых аттракционов. Любимых, конечно, в кавычках, потому что наверняка многие из вас хотели бы слезть с этих качелей. И как и с качелями, здесь главное их не раскачивать. Потому что, предположим, вы посмотрели вдохновляющее вас видео, сходили на интересное мероприятие, встретились, поговорили с вдохновляющим вас, с человеком, и у вас появилось желание что-то сейчас предпринять, изменить, во что-то смелое поверить. И у вас может быть прилив энергии. И также благополучно на следующий день или через два дня, или через неделю у вас может случиться довольно жестокий спад. И дело в том, что как раз на этом снисходящем тренде очень многие люди сдуваются, теряются и сдаются. А если вы понимаете, что качели, которые с вами сейчас происходят — это естественно и нормально, и редкий человек умудряется избежать подобной динамики, то вы начинаете более спокойно к этому относиться, спокойнее. И самое главное — вы начинаете к этому готовиться. В каком смысле? Вы понимаете, что будут моменты, когда вас размажут по дивану, и вам не захочется встать. Будут моменты, когда не хочется ничего делать. Будут моменты, когда все кажется безнадежным. Все идет не так, у вас ничего не получается. Все против вас. Такие моменты будут. И если вы понимаете, что это всего-навсего страх, который поднимается в вас, как правило, сразу после того, как вы отважились помечтать, отважились претендовать на что-то большее, что еще вчера вам было, нельзя. В этот момент вы берете руль в свои руки, потому что вы понимаете. Это не ваша интуиция говорит о том, что «туда вам идти нельзя, там волки». Это не голос свыше, который говорит вам, что это не ваш путь, не ваша судьба. Это не предчувствие чего-то неизбежного. Вы понимаете, что это всего-навсего страх, с которым вам всего-навсего нужно учиться, совладать, знакомиться и встречаться лицом к лицу. Здесь главное не раскачивать качели. А что может усугубить ситуацию? Нередко это разговор с человеком, которого вы цените, возможно, которому вы доверяете или к которому вы сильно эмоционально привязаны. Часто это родители, часто это ваши близкие друзья, родственники, возможно, ваш супруг или супруга. И вы делитесь с человеком, который, вполне вероятно, полон тревоги и сам не рискнул бы пойти туда, куда вы хотите пойти. И предостережение или выраженное вслух сомнение или другая, не поддерживающая и вселяющая в вас сомнения реакция, может сильнее раскачать ваши качели. Также вы можете их благополучно сами раскачивать, как вы это научились делать в детстве, сидя на качелях, ножки вперед, ножки назад, думая о том, что у вас раньше не получалось, размышляя о всех неблагополучных событиях и вариантах того, что может произойти завтра, о всех возможных преградах, которые вы не сможете преодолеть, о всем том, что происходит и вы не можете контролировать, все это раскачивает ваши качели. Вам нужно помочь им остановиться. И как вы понимаете, когда вы успокаиваетесь, когда вы спокойны, когда ваши мысли перестают метаться из стороны в сторону, ваши качели останавливаются. Помогите себе это сделать. Для этого у вас должны быть вами выбранные инструменты, я это так называю. То есть то, к чему вы прибегнете, к чему вы обратитесь, к чему вы прислушаетесь или к кому вы прислушаетесь. Потому что разговор с человеком тоже может быть инструментом, который поможет вам выйти из петли ваших мыслей. Итак, имейте набор способов помочь себе в тот момент, когда вы очень сильно переживаете. И знаете, нередко спады происходят либо перед сном, вы начинаете еще больше переживать и вас могут одолевать тревоги. Нередко утром, когда вы просыпаетесь и вы начинаете свой день не с того. Вы начинаете заниматься ненужными, неважными вещами или вы тянете резину, вы ничего не делаете, начинаете ругать себя за свое бездействие и уже потом весь день качаетесь на этих качелях. Итак, помогите себе в тот момент, когда вам это нужно. Если это вечером перед сном, настройте себя на хороший лад перед тем, как лечь спать. Найдите мою технику работы со страхами, найдите еще какую-то информацию, в том числе на моих открытых ресурсах, о том, как поменять свое состояние, как себя поддержать. И позвольте себе 10-15-20 минут вечером перенастроить себя на новый лад. Когда вы спите, происходит важнейшая работа. Она происходит как в вас, в вашей психике, в вашем сознании, так же она происходит вовне, в той реальности, которая для вас создается. Настройте себя на хороший лад перед сном. И с утра вы выберите инструменты и найдите время, чтобы начать этот день с нужной ноги, чтобы подготовить себя к тому, что вы хотите, чтобы настроить себя на то будущее, которое вы уже начинаете видеть. Понимаете, в чем дело? Человек осмелился нарисовать какую-то благополучную, счастливую картинку, но у него также одновременно присутствует целый ландшафт, целый кинофильм всего того страшного и плохого, что может с ним произойти. И он все чаще смотрит сюда, поэтому качели его раскачиваются. Что вы хотите? Обратите внимание на это. То, на что вы обращаете свое внимание, то, куда течет ваша энергия, начинает материализовываться в вашем мире. Здесь решает только вы. Вашим приоритетом должно быть ваше состояние. Повторю, вашим приоритетом должно быть ваше состояние. А это означает, найдите время, обязательное время, когда вы можете себя перенастроить, если нужно, вечером и уж точно найдите это время утром. Время и желание облегчить себе эту жизнь. Время и желание, чтобы остановить эти качели и перестать так сильно на них, как говорится, зависать. И дело в том, что вы никогда не слезете с этих качелей. Но это не требуется. У вас всегда будет немного сомнений, у вас всегда будет немного тревоги. Дело в другом. Чего у вас больше? Это ключевой вопрос. Не бойтесь спадов. Понимайте, что они являются естественной реакцией на то, чего вы не знаете. То, что для вас является новым и неизведанным. То, что выходит за рамки позволительного для вас. Но еще раз, это иллюзорные рамки. Вы не нарушаете никакие вселенские законы. Вы не нарушаете никакие кармические вещи, когда вы позволяете себе радость, легкость, смысл, любовь и изобилие. Вы имеете на это право. Но многие в вашем роду считали, что они не имели. И вы тоже так считали. И какое-то время еще, скорее всего, будете так считать. Но именно сейчас вы можете принять решение получать удовольствие на этих качелях, пока они медленно останавливаются. Но слезть с тех качелей раз и навсегда у вас не получится. Но этого и не требуется. Просто научитесь получать удовольствие и управлять этим процессом. И у меня для вас есть очень интересный вопрос. Задумайтесь и ответьте, честно ответьте. Как вы обычно поступаете, когда наступает спад? Каково вам на этих качелях? Умеете ли вы себя поддержать? Или вы только учитесь? Вы выбираете свои инструменты? Поделитесь своими наблюдениями. И, возможно, своими подсказками, как вы себя поддерживаете. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok